Привет, Рязань! В гостинице до памятника архитектуры они прошли пешком. Каждый день футболисток расписан по часам, поэтому пешая прогулка – один из немногих способов познакомиться и с самим городом. 13 представителей шведского клуба могли бы спокойно сойти за туристов, вот только каждый выдает спортивная форма. Из-за нее даже в Рязанском Кремле к девушкам подходили обычные люди и желали им удачи. На прогулку по самому историческому месту было отведено буквально 10 минут. Представители клуба успели только мельком осмотреть главные достопримечательности. Город им понравился. Этот город сильно отличается от Швеции. У нас было совсем мало времени, чтобы прогуляться по Кремлю, но нам все понравилось. Рязань – город богатой архитектуры, много красивых мест. Это совсем другая культура, мне нравится ходить по городу и изучать его. В тот же день, 11 сентября, у шведского клуба «Русенгорд» прошла тренировка на стадионе ЦСКА, на котором и состоится матч Лиги Чемпионов. Здесь девушки выкладываются на все 100%. Как признается команда, задача одна – победить. Хотя они и говорят, что противник у них, Рязань ВДВ, довольно сильный. Мы знаем, что Рязань ВДВ достаточно сильный соперник, и надо основательно подготовиться к матчу. Мы смотрели игры рязанского клуба, и сегодня вечером у нас будет собрание, где мы детально обсудим тактику предстоящей игры. Вечером того же дня клуб будет подробно изучать соперника. Стоит отметить, что Рязань ВДВ уже встречалась с «Русенгордом» четыре года назад, в октябре 2014-го. Прошлая встреча закончилась поражением региональной сборной со счетом 3-1. Перед первой встречей с клубом главный тренер Рязань ВДВ Константин Климашин назвал соперников женским «Реал Мадридом» из-за сильных игроков. За прошедшее время составы в обоих командах изменились, и теперь противостояние выйдет на новый уровень. Прийти на футбольный матч Рязань ВДВ «Русенгорд» может любой желающий. Он пройдет 12 сентября в 3 часа дня. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город.